Всем привет! Это канал Alex and Play и мы продолжаем играть мод Кайзердаг за Евразийскую империю. Все как обычно, за Андрея I. И в прошлой серии мы победили Германскую империю и Рейспакт в целом. И вот в таких границах мы теперь находимся. Польшу полностью, современные границы Польши мы забрали в свой состав. Но также Литву, конечно же, Прибалтику, Финляндию тоже в свой состав забрали. И повоевали еще на Балканах, на Балканах повоевали с Иллирией. И теперь мы создали Югославию, вот такую с Александром II по голове. Также повоевали с Турцией, с Турцией и Болгарии. Питер, Болгария наша марионетка и Турция тоже наша марионетка. Отдал некоторые территории грекам. Себе забрал Босфор и Дарданеллу. Константинополь, Адрианополь, Бурсу. Вот это все себе забрал. Ну и также Иран еще присоединили в свой состав. Еще меня просили подравнять немножко границы. Отдать некоторые земли Курдистану. Давайте, собственно говоря, это и сделаем. Вот такие границы меня устраивают. Очень красиво, неплохо выглядят. Ну и остановились мы на том, что мы начали готовиться к войне с Японской империей. Да. И еще я проводил голосование в сообществе по поводу того, стоит вступать нам в Антанту или с Антанты нам будет воевать надо, или просто дружить, но сотрудничать, но не вступать в Альянс. Вот. Давайте посмотрим, кто же победил, какой вариант победил. Обновляю на ваших глазах страницу сообщества, да. И смотрим. За дружить с Антантой, но не вступать в Альянс проголосовали 48%. За войну с Антантой 36%. За вступление в Антанту 15%. Поэтому мы выбираем дружить с Антантой, но не вступать в Альянс. Потому что больше всего за этот вариант проголосовали людей. Вот. Но фокус в сближении со старым союзниками я прокачаю, чтобы просто увидеть, что мы прокачали данные фокусы. Вот. Ну и будем, естественно, сейчас готовиться к войне с Японией. Мне пришлось сейчас записывать по второму разу на самом-то деле. Потому что у меня что-то высадка-то прошла, а потом мы что-то застопорились. И начались лютейшие проблемы. Прям лютые проблемы начались. И в Корее, и в самой Японии. Поэтому надо подготовиться более тщательно. То есть шаблоны может поменять и так далее. И высадку побольше делать. Потому что высадка пошла не в то место, в которое надо. Прокачаем десантный корабль, во-первых. Обязательно надо полностью прокачать его. И тогда уже будем наступать. Хотя бы вот этот десантный корабль. Вот. Такие дела. Ну и построить авиабазы тут. И так далее. Ну и флот подготовить. Ладно. В общем, когда будем готовы к войне с Японией, я вам покажу. Ммм, да. Антанта что-то начинает сливать. Ну вот Британский Союз уже захватил Бразилию полностью. Просто класс. Я надеюсь, что все-таки США и Канада не проворонят выставку. Иначе это прям конец. Мне придется воевать с третьим интернационалом один на один. Это такое себе. Реально. Ну, сложность так сложность. Вот тут национализация проходит территорий. Я даже Финляндию всю национализировал. А вы говорили, нельзя ее национализировать. Можно. Или это не вы не говорили. Я себе. Я так думаю, что нельзя. А тут у евразийцев можно. Отлично. Это национальные территории. Вот это классно. Ну, в общем, сейчас обучаю дивизии. Вот танки готовы, уже обучены. Некоторые дивизии тоже обучены. Сейчас обучаются. Я изменю их шаблон. Танкам тоже изменю шаблон. Переделаю. Потому что тут у нас 12 средних танков. Можно будет переделать спокойно. Ну, и авиацию поставлю. Флот поставлю. И будем уже начинать войну. Я также хочу в этот раз и с фонтьянским правительством. И шандунской кликой. Потому что шандунская клика гарантирует фонтьянскому. Правительственную независимость. И я хочу все-таки уничтожить фонтьянское правительство тоже. Плюс оно сейчас воюет против федерального правительства Ванчжоу. Против объединенных провинций Китая. Так что все хорошо. И мы сможем спокойно уничтожить фонтьянское правительство. Чтобы просто фронт был побольше в Корее. А то очень узко. И поэтому не всегда можем тут пробиться легко. Вот в чем дело. Тут сейчас еще десантный корабль прокачается. И тогда уж будем готовить высадку. Эх, Петр Врангель скончался. Черт. Сегодня в возрасте 66 лет скончался Петр Врангель. Черный Барон, герой войны, один из самых блестящих фельдмаршалов. Его будут помнить за его пламенный патриотизм. Момент-то море. Да, жалко 15 пресса. Что-то года до войны, так сказать, не дожил. Так может и единики не дожить. Дайте смотреть, кого можем повысить как фельдмаршал в качестве. Вот эти вот, где у кого по 39 точно не стоит. Хотя они неплохо подкачались. А Демберкапель. Так, а вот тут нужно было назначить. Ну не тебя, давай. 6. Че тут 6, да, у тебя так и. 5. Вот тут я срок ничего еще не заработал. Ну, значит придется другого тут генерала ставить. Кто тут на атаку понормальней. Ну вот уже Жукова надо брать. То есть Чайкова уже назначать. А этого получается Манштейна мы будем повышать. До фельдмаршала тогда в таком случае. Да, вот так вот. Ну ладно, будем повышать помоложе людей. Уже и новых набирать. Командующих более молодых. Болтую гвардию. Так, высадку я начал готовить 105 дней. Надо подождать. Ну, ближе, когда к завершению подготовки к высадке, да. Я уже поставлю авиацию и флот тоже подготовлю. И начнем высаживаться. Я решил капитально подготовиться. Вот. Изменил шаблон дивизии. Вот такой противопехотный на К-509. Вознушно атаку 35. Противотанка атака 73. Защита 843. Прорыв 152. А также бронебойность 49. Организация 54%. Прочность 407. Ну и так далее. Вот что вы видите. Ширнофронт 44. Должна быть неплохая дивизия. Она должна тут неплохо высаживаться. Вот видите, еще она состоит. И плюс я еще дивизии до таких вот регулярных, да, обучал. Танки вот тоже практически добучались до регулярных. Надо еще, чтобы добавить несколько танковых дивизий, чтобы получилась армия из 24 дивизий. Чтобы танки можно потом в случае чего было разделить на... Сколько там? 24 на 4... 12 на 12, короче. Надо будет разделить. Чтобы в одну сторону пошли на восток, другая на запад и так далее. Надо будет еще танковых добавить. Ну и авиацию, конечно, флот тоже надо будет подготовить. Но это уже ближе к концу подготовки высадки. 105 дней надо ждать, к сожалению. Да, долго мы, конечно, готовимся. Но лучше так, потому что в прошлый раз я не так тщательно готовился. И облажался в итоге. И мне такое не понравилось. Поэтому надо более тщательно подготовиться. Блин, капец. Фига интернационал тут творит делов. В этой Америке. Капец. В Южной Америке он делает. Жесть. Это как бы плоховато. Так, так главное, что у США и Канады выдержали. Иначе будут большие у нас проблемы. Авиацию я пока потихоньку подвожу. Так, ну что можно сказать? Высадка так-то готова. Единственное, танки у нас не готовы. Шесть дивизий. Тут как бы надо подготовиться. Но, блин, у меня нет столько времени сейчас готовиться. Можно, конечно, еще подождать. Пока танки появятся. Флот-то весь прибыл? Интересно. Флот как-то там. Еще не весь прибыл флот. Поэтому ждем. Ладно. Тогда ждем, когда флот прибудет. И танки когда. Наверное, появятся. Ладно. Будем действовать без танков тогда. Пускай танки эти изготовятся. Тогда мы их добавим. В общем-то, что говоря. Мы готовим. Значит, авиация стоит везде. Везде ее поставил. Видите, где она стоит. Отлично. Также флот. Давай. Ну, кто это? Это Владивосток. Ну, добавляем сюда. Прокачаем давай немножко адмиралов. И шумный охотник. Пускай он будет. Эксперт по торпедам еще. Пускай он будет. Ну, тут сопрождение конвоев, конечно же. Здесь, ну, поддержка морского вторжения. Давай. Тоже. Че тут? Эксперт по маскировке. Бонус бомбардировки смотрит. Ративерист-садист, конечно, мы берем. Атака крупных кораблей. Специалист по большим орудиям. Тоже давай мы прокачаем. И пускай в так. Смотри. Все готово. Высадка тоже готова. Ну, и тогда будем сейчас объявлять войну Японии. Берем, пишем команду Ногуб. Объявляем войну тогда Японии сейчас сразу. И фонтиянскому правительству тоже сразу объявляем войну. И тут, чтоб и монголам тоже объявляем войну, чтоб они тоже тут сразу мы их начали давить, чтоб они не успели быть готовыми. Больше как реальность получается. Мы внезапно на них нападаем. И выключаем Ногуб. Все. И смотрим, как у нас ситуация будет. Смотрим на высадку. Ну и вторая русско-японская война началась. Японцы вновь воюют. Вторая русско-японская война. Но читать не будем, потому что тут не соответствует действительности ивент, потому что мы лишь не с трансамуром воюем, а воюем с Японией просто сами. Вот берем военную экономику, безусловно. Ну и посмотрим. Смотрим, как пойдет высадка. Надеюсь, что она получится. 30 дивизий плывет, если что, сразу. Мы должны тут, в принципе, я думаю, зарешать. Зарешать. Как тут ситуация идет? Тут мы начали тоже давить. Хорошо. Здесь как ситуация? Ну тут ситуация такая плоховато. Ударное соединение. Сразу мы тут пишем. Чего-то мне не нравится, как тут высадка проходит. Очень не нравится. Очень не нравится. Надо что-то делать. Пытаться как-то высадиться. Но тут надо дивизии в разные стороны отправить. Проблемы какие-то. Высадка не проходит. Хотя вот сейчас может пройдет. Подожди, мы же давим. Так, подписываем в Сантанты. Естественно, пакт о ненападении. Мы же дружить будем с ними. Так, ну я не знаю, что-то херово. Все как-то через жопу идет. Все как-то не так. Блин, Киоту тогда что-ли взять? Блин, здесь проблемы. Большие проблемы. Авиабазу надо строить хотя бы. Десятого уровня. Блин, что-то опять все как-то не по плану. Просто наши войска не высаживаются и все. Надо хотя бы забрать какую-то... Какой-то город. Хоть какой-то город. Чтобы улучшить тут ситуацию. Так, Осака наша. Хорошо. Ну давай танки сюда, значит, отправлять. Танки надо отправлять. Потому что проблемы тут, я чую, какие-то у нас начинаются. Здесь прорыв идет. Хорошо, прорыв идет. Ну, и еще надо вот эти дивизии сюда отправить. Так, тут мы ногою взяли. Будем пытаться тоже давить. Как-то этих епошек. Потому что я не знаю иначе. Что еще делать можно. Могут они и Осаку пробить так-то. Будет жопа. Авиация-то стоит. Авиация есть, но... Проблемы не менее опасные. Так, ну мы хотя бы здесь прорываемся. Накурилы. Хорошо. Накурилы так накурил. А я сохранился хотя бы перед войной? 1 ноября. Ну вот хорошо. 1 ноября, значит. Так, я сохранюсь вот... А блин, зачем я загрузил? Кто-нибудь можешь сказать? Да! Наконец-то! Наконец-то! Да! Получилось! Просто получилось! Слава богу, мы высадились. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ну, фантиянское правительство Мы, естественно, давим Естественно Так, тут надо вот добавить снабжалку Так, тут все в порядке Блин, ну Все равно напряженка Все равно напряжено Все равно все напряжено, блин Так, тут надо сразу железную дорогу строить Вот так вот И вот сюда Построить И на первую И повыше я поставлю ее Так, значит сюда Мы так вот идем И вот так Надо быстрее только все это сделать Сюда надо идти Тоже расходиться Как можно В разные стороны Главное, чтобы другие дивизии подошли Да, они идут Хорошо Так, мы взяли Осаку еще Классно Что, Осака взята Это меня радует Очень радует Притом Сейчас мы тут уничтожим Вот эти дивизии Так, тут мы наступаем на Хиросиму Тут Фукуоку Вот эту вот всю херню Надо захватить И на Гасаки тоже В том числе Так, вот тут вот сюда Здесь, значит Вот так Ну пока неплохо Пока, слушай Очень даже неплохо Мне нравится Пока как все происходит Тут кочи Надо брать Вот так вот еще Тоже топай Вот так вот топай Так, главное, чтобы вот сюда Быстрые дивизии Пришли сейчас Все будет хорошо Все хорошо Сейчас танки предойдут Все, танки тоже давят Спасибо Что это происходит Что все Вроде сейчас окей Меня радует Сейчас, кстати, лучше Ситуация пошла Блин, только вот Фронт не надо портить Фронт не надо ломать Так, здесь мы давим Вот так вот Конечно же Конечно же Сюда иди Пожалуйста Асахикаву тоже надо брать Так, флот Флот, флот, флот Хватит уже поддержкой заниматься Надо заниматься уже другими вещами Охотно конвою Вот здесь И вот здесь И тут тоже Охотно конвои Чтобы они Тут не вышли Никуда Чтобы они Не высадились А то я знаю Они же высаживаться Любят потом Когда понимают Что просрали Свой остров Они начинают Высаживаться Танки, танки Но еще танки Там не все готовы А че вы не наступаете? А че вы не так Резко наступаете? Я же приказал вам Наступать А, боже Планка не стоит Вот это И вот это Фейл Так, вот это Вот сюда Тут план Поломался Блин Так, здесь как ситуация Здесь ситуация Отлично В Корее Тоже меня радует В Корее Ситуация Отличная Так, надо нарисовать План Наступление Шатилову тоже бы Надо нарисовать Что он начинает Тупить Наступаем Но надо разделить 15 дивизий Значит 15 дивизий Жуков Иди сюда Жуков Помогай Маркову Сражаться Против Японцев На западе На востоке Точнее Извиняюсь Вот Ну слава богу Пока все Хорошо получается Слава богу Могло бы быть Все и хуже Так Тут кстати Тоже надо Соединять Срочно Срочно Дороги Соединять Потому что Иначе Мы тут Захлебнемся В истощении У нас будут Проблемы Тут тоже Вот так Вот делаем Пытаемся Тут везде Нарисовать ЖД Поэтому Сейчас мы Их повыше Даже поднимем Я везде Их сделаю Чтобы Лучшая Ситуация У нас Была Все таки Так Смотрим Так Тут прорыв Тоже идет Хорошо Хорошо Если прорыв Идет Меня это Тоже Очень радует Здесь Как Ну прорыв Тут тоже Пойдет Так или иначе Да Сейчас мы Не можем Прорываться В некоторых Местах Но Бывает Бывает Так Здесь Вот так Вот идем Значит Здесь Надо Ты выходишь Да Но тебе Надо Остановить Вот эти Эту дивизию На всякий случай Нужно Остановить Нет Ты иди Вот сюда Не 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 надо На этот Остров Нельзя Что-то Так Ну ладно Я думаю Можно Так Как по Уничтожению Конвоев Ну вот Поймали Тут Конвой Значит А Три Конвоя Здесь Здесь Конвоя Мы поймали Ну неплохо Конвоя Мы ловим Это Это войска Сто процентов Это плывут Войска Здесь Конечно Ну хотя Конвои Тут тоже Уничтожили Хоть и Потеряли Тоже Корабли Ничего Страшного Так Только Надо Вот что Делать Добавлять Тут Снабжение Моторизацию Приоритет Две Машинки Везде Чтоб Ситуация Была Нормальной Здесь Значит Тоже Надо Построить Снабжение Значит Проблемы Какие-то Наблюдаются Да Проблемы Хотя Не Нормально Вроде Давим Вроде Давим Так Они Все-таки Высадились А вот Придурки Осаку Ногою Надо Отбивать Иначе Будут Проблемы Но Опять Мы Встали В позу Стоим Не Можем Пробиться Не Можем Пробиться Здесь Черт Черт Пробиться Не Можем Пехота Мастер Ставим Теперь Тут Тоже Пехота Мастер Прокачиваем В Корее Тоже Хорошее Наступление Значит Эти войска Будут Оборонять Территорию Значит Тут Мы Уничтожим Вот Так Все Хорошо Теперь Мы Ставим На Оборону Портов Вот Это Вот Всего Чтобы Японцы Не Высадились Куда Не Надо Ну а Здесь Наступаем Так Ну Заходим В Пусан Тогда Сейчас И Корея Должна То есть Они Должны Потом Угасающее Солнце Отлично Появилось Решение Ну Я бы хотел Конечно Пробиться Было бы Здорово Отлично Тут Мы неплохо Закотлили Японской Японских Дивизий Очень Недурно Очень Неплохо Значит Ты Ты Будешь Оборонять Тоже Корею Чтобы Никто Не высадился Сюда И Далянь Тоже Я знаю Они могут Сюда Выседиться Куда Угодно Ну Здесь Я не знаю Чем Береговая Защита Допустим ВДВ Мне Не Нужно Танки Ну Танки Когда Появится Можно И добавить Только Нас Вот тут Удавят К сожалению Это Мне Не Нравится Ну Ладно Попытаемся Выдержать Пипец Какой Опять В Японии Мы Встали Вот По этой Границе Я не знаю Токио Мы взяли Нет Мы Даже Токио Еще Не взяли И Просто Стоим Здесь Пришлось Отступать Мне Потому Что Тут Сразу Уничтожают Вот Эти Дивизии И Жопа Так Ну тут Вантьянское Правительство Капитулирует Поэтому Я Сейчас Часть Территории Буду Просто Забирать Которые Могу Желтаросию Чтобы сделать Ну ладно Вот так Наверное Хотя Вот это Можно Забрать Ладно Пускай Это Все Правительство Гуанчжоу Это Забирает Мне Не Так Это Нужно Пускай Вот так Вот Оно Его Забирает Все Эти Территории Значит Здесь Мы Я Не знаю Наступать Тут Есть Возможность Или Нет Тут Можно Попытаться Сделать Котел Если Получится Конечно То Я Маловероятно Верю Хотя Вот здесь же Пробились Можем Тут Уничтожить Армию Унгерна И Сможем Опять Таки Но Че Пока Не Выходит Хотя Не Вроде Получается Слушай Так Здесь Как Ситуация Блин Тут Прорвали Нас Черт Твою Мать Придется Сюда Отходить Потому Что Другого Варианта Я Не Вижу Развитие Событий Придется 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 Ступать Еще Дальше Здесь О Пипец Как так А как Это Получилось А как Это Получилось Судьба Манчжурии Желтароси Это Че Желтароси Было Планом Нет Тут Я Интегрирую Если Можно Интегрировать Давай Интеграцию Манчжурский Земель Меня Это Устраивает Твою Мать Вот Это Мне Не Нравится Но Извините Ребят Да Читы Но Я Телепортирую Просто Отсюда Вот Эти Войска Потому Что Мне Не Нравится Ну Его Сейчас Их Дербанить Сейчас Будут Полчаса Понятно Надо Чтобы Они Остановились Теперь Стали Дербанить А Блин Ладно Тут Нет Встали Встали Тут Хорошо Встаем Так А Можно Вот Так Вот Я Телепортирую Их Пожалуйста Блин Тут Надо Что-то Делать Я Не Знаю Наступать Как-то Все-таки Пытаться Пускай Они Пока Поотвлекаются Здесь Здесь Просто Невозможно Они Бьют И Бьют Сколько Японии Кап 33 Дня 33 Дня Пережить Как-то Это Вот Этого Ада И Все Будет Хорошо Да Тут Сложно Кажись Тут Надо Останавливать Наступление Наступление Надо Останавливать Хотя Нет Здесь Где Где Можем Давить Будем Давить Эксперт По Импровизации Давай Экспертируй Тут Ой Ой Какой же Ад Война Это Ад Просто Хотя Мы Можем Спокойно Стоять Тут Нас Мы Обороняемся Тут Вот Тут Вот Тут Они Нас Не Пропьют Зря Это Сказал Зря Я Сказал Зря Это Я Сказал Как Хагрид Да Зря Это Я Сказал Ладно Держимся Держимся Пожалуйста Блин Тут Все Таки Армию Уничтожили Твою Мать Все Таки Часть Армии Тут Зря Уничтожили Пипец Пипец Просто Просто Обосраться Часть Армии Уничтожена Класс 9 Дивизи Хотя бы Держится Они просто Вхлам Нас Уничтожают Вот И Все Я Не Знаю Че Еще Делать Проект Желтороси Ну Давай Проект Желтороси Ну Желтороси Мы Создавать Не Будем Поэтому Нам Лучше Оставить КВЖД Под Нашим Непосредственным Контролем Если Мы Можем Интегрировать Зачем Нам Это Делать Осталось 7 Дней 7 Сраных День Дней Но Они Конечно Озверели Сейчас Ну Тут Еще Танки Подходят Сейчас Может Попробуем Наступать Сейчас Они Наверное Капнут А Если Мы Пойдем Вот Так Вот Ва-банк Наступление Не Хрень Наверное Наступление Тупо Фу Хотя Вы Девять Дивизий Сохранили Жалко Дивизий Конечно Мы Пол Мы Почти Миллион Потеряли Дивизий Это Ужас Это Полный Ужас Мы Примем Продолжение Понис Своим Мир Однако Не Завершение Сделки Удет Двух Недель Имейте Ввиду Что Другие Ворюши Слепо Инстерам Также Будут Должны Пройти На Сделку Ладно Давайте Первый Вариант Конечно Пожимать Надеюсь Они Подпишут Мир Все Несколько Недель Но Это Конечно Круто Что Несколько Недель Крах Японской Империи Ну Слава Богу Подписали Мы Мир С Этой Япошкой Не Будет Альянса Ну Пофиг Я Заберу Только Вот Свои Курилы По Мереному Договору Все Таки Это Мое Это Родное Фу Ладно Вот так Ну Пускай Япония Будет Жить Дальше Плевать Я Даже Марионеткой Ее делать Не буду Абсолютно Плевать У нее Все Острова Практически Забрали Вот А вот Это Я Не Понимаю Что За Говно Что Вот Это За Дермо Появилось Здесь Тут Отметят Провинции Все Почему Это Япония Здесь Появилась Австралайзии Надо Все Это Отдать Какая-то Япония Странная Здесь Появляется Не Понимаю Совершенно Так Ну Вот Это Мы Отдадим Вот Таким Образом Все Таки Отдадим Китаю Так Или Иначе Зачем Территория Австралии Вот Этот Порт Артур Точно Мой Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что я не хочу, чтобы это было у какой-то Австралии тупой Всё, и так я и острова тут отдал кучу И так далее Так, а вот это моё Это я захватывал Не надо Не надо мне это Так, ну и Монголия Блин, а с Монголией, с этим Тибетом, с Раном Придётся воевать Но я не хочу Они бы тоже подписали мир Потому что я считаю, что эта война просто безнадёжна Отменить все провинции отдать Но Отменить все провинции тоже я заберу вот так вот Плевать, потому что мне абсолютно И так далее На всё это остальное Ну и также за помощь За помощь Антанте И последующую помощь против третьего интернационала Чтобы мы помогли Они нам отдают полностью Афганистан Если его, конечно, можно Интегрировать Вот это я всё забираю С Японии воевать больше не будем Вот так вот, какая она есть Такая будет, пускай Потом мы её Может быть Если напишите, я могу её сделать Марионет Если вам так уж это нужно фу просто пипец какой-то просто жесть дивизии конечно мы потеряли это прям очень обидно там истощение там хер че сделаешь на самом деле просто сраный какие-то условия дебильные совершенно мне не понравилось конечно такая долгая тяжелая война очень сложная что что мы хотя бы смогли есть такое решение на подписание мира а чё это было бы дичь вот то есть то есть у копиток что есть капитуляции японии вот это классно спасибо за это хотя бы так ну и тут значит вот такую я инфраструктуру прочь и везде тут построил это все будет моё это я все буду застраивать инфраструктуры но и сейчас будем выделять тут территории так смотрим судьбу судьба корей интеграцию мы не можем проводить поэтому создаем лояльную республику хорошо пускай корея будет нашу лояльную республику ю-ун окей так судьба тибета можем ли мы реинтеграцию интеграции не можно судьба монголии интеграция монголии конечно интеграцию монголии судьба афганистана реинтеграция естественно синьцзянь тоже интеграция китай уже не оккупации к сожалению тибет придется создать лояльный тибет так как другого варианта нет вот такой вот тибет получается здесь вот эту территорию тоже я тебе то отдам чтобы красиво было это я не знаю куда отдавать ну хотя меня вот это устраивает вот это единственное некрасиво давайте пофиг уже я не хочу в китай больше весь хотя может и надо лезть да вот этому китаю хотя мне так не нравится как-то некрасиво все-таки как тут сделать получше ситуацию не знаю как тут сделать получше ситуацию ну хотя придется нам с китаем воевать чтобы вот эту чтобы вот эти наверно забрать землю вот эти вот вот так вот чтобы сделать чтобы был красиво китай а остальное все будет просто марионеткой вот такие территории ну тибет видишь интеграцию нельзя провести вот такая будет евразийская империя просто красивая граница на самом деле будет если мы еще с китайцем повоюем подровняем но с китайцами будет война в самую последнюю очередь потому что я не хочу сейчас его сейчас главное повоевать с третьим интернационалом вот что главное сейчас для нас так тут значит мы убираем весь этот флот мой конечно он так пострадал у нас но каким-то чудом мы смогли победить фу тяжелая война было 38 минут даже идет серия в общем напишите по поводу китая влезать ли нам в китай чтобы вот так его потом замарионетить его лучше тут границ думаю что стоит стоит улучшить границ так вот таким образом но довольно неплохо мы повоевали с повоевали с японии довольно классно вот на самом деле вот эту территорию евразийской америки я уже тоже будем иметь эти провинции мы проведем интеграцию все эти все провинции добавить национальной территории все хорошо вот такая евразийская империя еще будет в аляске теперь фух ну довольно неплохая серия получилось да сложно но мы смогли так иначе победить слава богу да вы можете написать что вот что-то тебя от не захватил монголию не захватил такой лох слоупок не можешь а потому что это бред это это бессмысленно это было евразийская евразийское братство альянс с японией и конечно пускай все монголия просто воевать строить эти снабжения по полгода это все тяжело будет а япония кстати армию что и сохранила блин она армию сохранил слушай плохо армию то сохранила она может захочет и отомстить когда-то так если будем говорить честно то она может когда-то и отомстить на за то что мы сделали с ней всем да и сша и нам но она гребет по полной если будет на нас налетать я думал вряд ли будет она нападать вот такая евразийская империя неплохо неплохие границы да это действительно самые большие границы за прохождение за историю прохождения в этом моде вот надеюсь вы рады такими вот границами чуть-чуть с китаем бы подровнять и было бы классно но напишите об этом в комментариях пожалуйста что думаете вообще но на этом все подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх и знаете что самое интересное еще впереди также пишите обязательно комментарии ставьте колокольчик ставьте лайки чтобы чтобы продвигать это помогает в продвижении видео а также чтобы вы не пропускали оповещение моих роликах это по поводу колокольчиков но чтобы точно не пропускать уведомления моих роликах стримах то подписывайтесь на группу в telegram там анонсы постоянно каждого выхода видео каждого стрима и конечно подписывайтесь на мой дискорд сервер там весь новости по поводу к изередакса нашего любимого ну и информация моих роликах и стримах ну и другие сервера дискорд дискорд тоже проверьте посмотрите что это такое может вам понравится потом все подписывайтесь всем пока